МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магаданской области выборы пройдут на 87 стационарных избирательных участках. Более 100 тысяч жителей региона имеют право голосовать. С каждым днем все насыщеннее становится будни Колымской избирательной комиссии. Ее председатель Николай Жуков выкроил полчаса для записи интервью. В кабинете тесновато, уже готовы сувениры, флажки, календари для избирателей. Их в этот раз ожидают беспрецедентно много. Президента России на 6 лет мы выберем уже на этой неделе. Николай Николаевич, здравствуйте еще раз. Спасибо, что согласились на это интервью, что нашли время. Я знаю, сейчас его у вас просто нет. Как вы говорите, в режиме 24 на 7 работаете, в считанные дни остаются до выборов президента. Во сколько уходите домой в последние дни? По-разному бывает, но раньше 10 лет не получается уйти. Но много работы, приходится все нюансы учесть. И все последние наши дела, которые предусмотрены законом, закрыть, чтобы мы 18 марта уже встретили в полном всеоружии. Эти выборы такие масштабные, такие серьезные. Для вас будут первыми в должности главы Колымского избиркома. В связи с этим есть какое-то внутреннее волнение? Или вы уже всему научены и, в общем-то, все по плану? Волнение есть всегда, даже если бы это были не первые выборы. Любые выборы по-своему уникальны. Мы на этих выборах опробовали очень много новых форм, методов работы, очень много новаций. И, конечно, волнение есть на предмет того, насколько мы готовы их в полном объеме реализовать. Здесь, конечно, мы понимаем, что мы готовы, но волнение это не убирает. А так, я хочу сказать, что, конечно, очень большое подспорье, во-первых, эта команда, которая сложилась при Владимире Ипифанове, предыдущем главе избиркома. Я, собственно, сам называю себя его учеником. Вот, команда замечательная, команда отличная, работоспособная. Потом, ведь не мы одни работаем на этих выборах. Нам активное содействие оказывают органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане. Вот просто посмотреть, даже сколько волонтеров мы привлекли в той или иной форме на этих выборах, в том числе для наших обходов граждан. Это очень важная работа, которую нужно было сделать, которая принесла большую пользу. Вот я вам даже назову цифру. На вчерашний день у нас заявлений только в территориально-избирательных комиссиях и в участковых избирательных комиссиях на территории Магданской области подано более 4 тысяч. И причем мы видим, что как раз здесь очень большую роль сыграли именно участковые избирательные комиссии в рамках своих обходов. У нас в день меньше 100 заявлений сегодня в комиссиях участковых не бывает. А так стандарт где-то в районе 150 — это очень большой объем. Более того, я хочу сказать, что если мы сначала немножко с МФЦ соперничали, кто больше заявлений, насколько хорошо информирует граждан, кто больше соберет, ну такое шуточное, естественно, соперничество, то сегодня мы об этом соперничестве даже в шутку не думаем, потому что нас с большим-большим запасом обскакали участковые избирательные комиссии. Это как раз тот самый результат работы, который мы получили в результате обходов. Меры, может быть, не сразу понятые, меры, может быть, недооцененные, но показавшие свою эффективность. Я, кстати, сразу развею сомнения, потому что разные позиции есть. Я хочу сказать, что вот эти заявления, во-первых, это большая часть этих заявлений касается внутриобластной миграции, подавляющая, сразу скажу. Это где-то, наверное, 60-х всех заявлений. Это те люди, которые прописаны в Сусумане, в Ягодном, живут... Я написал такое заявление по той же причине. Да, да, совершенно верно. Живут в Магадане или на Оле, смогли реализовать вот это свое конституционное право, чем они раньше не могли воспользоваться. Но никто не поедет в Сусуман за открепительным удостоверением. Заявление можно написать где угодно. У нас порядка полутора тысяч заявлений, поданных от граждан, наших земляков, которые живут за пределами области сегодня находятся. Таких никогда не было. Вы и не ожидали. Не ожидали, естественно. Но, что самое главное, понимаете, это, с одной стороны, позволит нам актуализировать очень сильно списки, и они приблизятся максимально к тому количеству избирателей, которые реально находятся в Магданской области, что исключит любые сомнения о каких-либо совершенно фантастических и бредовых манипуляциях, может быть, с голосом избирателей отсутствующих. Сегодня такого невозможно, потому что те избиратели, которые отсутствуют, они и в списках отсутствуют. Это, с одной стороны. С другой стороны, общий баланс у нас в плюс. У нас, по данным на 10 марта, у нас добавилось немножко избирателей, плюс 155 человек. Это те избиратели, которые прописаны за пределами Магаданской области, а сегодня оказались здесь, и вот таким образом смогли реализовать свое конституционное право. То есть мы на сегодняшний момент около, грубо говоря, почти 4 тысячи исключаем, но еще больше включаем в свои списки, в списки тех, кто не наш земляк, но живет вместе с нами. Это замечательно на самом деле, потому что и это говорит о том, что эти люди, которые в других условиях не смогли бы проголосовать на выборах президента, сегодня, воспользовавшись вот этим новым, но, как оказалось, крайне востребованным механизмом, они это право смогут реализовать. Это замечательно. Вообще в Магаданской области чуть более 100 тысяч избирателей, да? Да, вот мы еще продолжаем эту работу, потому что у нас буквально на праздничные дни поступили еще сведения о двойниках. То есть это те избиратели, которые где-то уже прописаны, но остаются еще у нас в регистре. Ну, это такие есть нюансы, связанные с обменом информации, потому что если человек прописывается где-то за пределами Магаданской области, оттуда должна сначала поступить информация, потом ее обрабатывает управление по вопросам миграции МВД, потом эта информация поступает к нам. То есть это еще там порядка 500 человек. Плюс мы продолжаем работу совместно с органами внутренних дел, огромнейшая благодарность им, совместно с ЗАГСами, совместно с судами и совместно с УФСИН, с военкоматами по актуализации списков. Я думаю, что итоговая цифра, да, она несколько будет выше 100 тысяч, но незначительно. Вот как раз это, опять же, вот обращу внимание, тоже результат обходов, потому что в ходе этих обходов мы установили немалое количество граждан, которые уже, оказывается, выехали, но по тем или иным причинам эта информация оказалась неизвестна ни у МВД, ни нам. Тех граждан, которые умерли, к сожалению. Поступило немало информации о гражданах, которые совершили преступления за пределами нашей области, хотя являются нашими земляками, и там были осуждены. И вот здесь мы уже точечно отрабатывая, направляя запросы в другие регионы, смогли всю эту информацию актуализировать. Я думаю, что вот еще раз подчеркну, что на этих выборах как никогда наши списки будут актуализированы в части именно наличия тех избирателей, которые реально находятся у нас на территории Магданской области. Николай Николаевич, на Ваш взгляд, можно ли уже спрогнозировать, в связи опять же с такой активностью по заявлениям, спрогнозировать явку колымчан, и как Вы в этом плане нацелены, перед Вами стоит задача, чтобы эта явка была 70%, например? Вы знаете, конечно, задача обеспечения явки – это прежде всего задача кандидатов. Прямо мы этим вопросом, в общем-то, не занимаемся, хотя, конечно, мы заинтересованы высокой явки, и мы работаем над этим. Просто подчеркну, вот это моя личная позиция, она никак не определена формально юридически, но моя позиция, что явка избирателей – это оценка нашей работы по информированию. То есть, насколько мы до каждого избирателя донесли информацию, где, когда, каким образом можно проголосовать, какие механизмы существуют реализации своего конституционного права, проголосовать на, наверное, главных выборах страны, и если мы видим явку, мы видим результат своей работы. Не напрямую. Наша задача – не притащить избирателя на участок, но создать ему все условия для того, чтобы он оказался информирован о выборах, и создать ему все условия максимальные, удобные на избирательном участке, не пропустить ни одного маломобильного гражданина. Вот это да, это показывает, в общем-то, эффективность нашей работы, и, конечно, мы над этим работаем. Отвечая на ваш вопрос, конечно, мы предполагаем достаточно высокую явку. Гадать дело неблагодарное, но я думаю, что рекорды мы будем бить, которые были в Магаданской области. Почему такая уверенность есть? Потому что, во-первых, никогда мы не проводили такой масштабной информационной кампании. К тем же адресным по квартирным обходам мы вернулись впервые за много-много-много лет. Потом большую роль здесь играет как раз вот этот новый механизм, связанный с голосованием по месту нахождения. Конечно, вот я вам пример приведу, мы там 4 тысячи включили, но это живые избиратели, ну, включим 16-го числа. Это живые избиратели, которые находятся реально здесь, и которые уже определили свою позицию. Они уже, раз написали заявление, готовы проголосовать. В то же время, вот я вам говорил, более полутора тысяч на сегодняшний момент мы уже имеем заявления, поданных нашими земляками из-за пределов страны. Они проголосуют там, в соответствии с законом будут исключены из наших списков. И таким образом это, конечно, тоже скажется самым непосредственным образом на явке. Плюс, я, насколько знаю, у нас органы местного самоуправления очень большую работу проводят, и я согласен, выборы должны быть праздником. Понимаете, на выборах должно быть интересно, в том числе, может быть, прийти и с семьей, это тоже в момент воспитания. Мы, на самом деле, достаточно большую работу ведь по правовому воспитанию проводим и среди подростков, да, проводим разного рода конкурсы, там, олимпиады, иные какие-то мероприятия. И в том числе в этом году мы это все делаем. Это, знаете, такой, где-то родитель, где-то, может быть, его дети, но вместе это приводит к тому, что избиратель оказывается максимально хорошо проинформирован, наш земляк, да, и у него появляется интерес прийти на участок для голосования, поэтому думаем, что явка будет весьма высокой. — Николай Николаевич, и еще, думаю, имеет значение досрочное голосование, нельзя об этом не поговорить, с какими результатами на сегодняшний день подошли? — Ну, вы знаете, опять же, очень интересный момент. У нас в этот раз, конечно, досрочка меньше, чем обычно, которая у нас в сентябре бывает, причем существенно, я бы даже сказал, меньше. Если у нас по сентябрю, когда у нас единый день голосования проходит, у нас может более 7 даже тысяч, около 8 тысяч досрочно проголосовать, то сегодня это где-то 3-3,5 тысячи, мы информацию постоянно находимся в режиме уточнения, с учетом того, что на предприятиях крупных где-то люди заканчивают работу, где-то заезды осуществляются, и понятно, что количество граждан меняется. Ну, вот мы где-то 3, может быть, 3,5 тысячи планируем примерно на эту цифру по досрочке выйти. Это порядка там 3, максимум процентов от общего количества проголосовавших. Конечно, в целом погоду и статистику они нам не делают, но нам важно именно то, что мы даем возможность проголосовать каждому. Мы вот в ближайшее уже время, скорее всего, завтра у нас состоятся первые вылеты по маякам, да, там 3-4 человека, но мы долетим, мы дадим возможность человеку его конституционное право реализовать. Ну, если говорить на сегодняшний момент, у нас там порядка 40% проголосовало, у нас еще предстоит голосование на достаточно крупных предприятиях, таких как Павлик, Колымская ГЭС, там достаточно много у нас избирателей. Вот, поэтому работу будем продолжать. Ну, где-то вот примерно такие цифры у нас сегодня по статистике. А в перспективе можно говорить о том, что такой долгий и дорогостоящий вояж на вертолете до того же маяка можно будет заменить, ну, не знаю, не фоксимильный, конечно, но с помощью интернета, вот с помощью связи? Вы знаете, ну, во всяком случае, такие идеи не мы решаем, сразу скажу, это должен сказать законодатель, да, свою волю выразить, но такие идеи вообще есть. И в целом мы их поддерживаем, потому что с учетом современных технологий, да, у нас только на едином портале Государственных сегодня десятки миллионов граждан, и портал, который очень точно верифицирует конкретного человека, почему нет. Тут есть технические проблемы, да, как обеспечить тайну голосования, как быть с наиболее удаленными, может быть, местами, где избиратель находится, да. Понятно, что сложно, например, в оленеводческой бригаде как-то там, может быть, организовать такой процесс, но я думаю, что будут изменения, и такие идеи об этих изменениях мы поддерживаем. Ну, вот говоря о прочих мероприятиях во время выборов, это и гастрономический фестиваль, и выбирать проект благоустройства будут магаданцы. На ваш взгляд, это не будет как-то, может быть, ну, оттягивать на себя одеяло. Вот зашел, съел пирожок, проголосовал за проект благоустройства, а там уже и к выборам подошел как-то формально, может быть. Ну, во-первых, я все-таки хочу сказать, что основной упор мы в своей работе делаем именно на выборы, да, и это основное мероприятие. Что касается остальных мероприятий, ну, во-первых, мы четко ориентируем все стороны, что любые проводимые мероприятия должны проходить вне помещений для голосования, и ни в коем образом не мешать главному процессу, который будет происходить 18 марта, выборам. Во-вторых, почему мешать? Наоборот, может быть, это где-то и удобно, человек одним выстрелом убивает двух или трех зайцев. Понимаете, тот же гастрономический фестиваль, это элемент праздника, элемент фестиваля определенного. Это хорошо, это замечательно, это должно быть, но что мешает человеку проголосовать на избирательном участке, да. Тот же самый опрос, связанный с благоустройством, ну, а почему нет, в общем-то, да, то есть он, если он проходит вне помещения для голосования, он никак не пересекается с выборами, да, сам по себе, по организации я имею в виду, то что мешает человеку, в общем-то, выполнив одну свою задачу, да, одно свое право реализовав, что ему мешает одновременно с этим, там, чуть позже, да, поучаствовать в решении вопроса, который важен для него, потому что он живет в этом городе, и ему интересно, как этот город выглядит. Поэтому нет, мы не думаем, что это как-то будет мешать. Я хочу отметить, ведь мы каждые выборы стараемся в сотрудничестве с органами местного самоуправления, ну, некий элемент такой, дополнительных каких-то мероприятий все-таки учитывать. Поэтому просто масштаб, может быть, несколько больше в этот раз получился, это хорошо, в общем-то, опять же, с учетом того, что и выборы у нас, в общем-то, непростые, и мы к ним готовы во всех смыслах, это замечательно. Николай Николаевич, я не могу, конечно, обойти вниманием кандидатов. Изначально заявили о своем желании участвовать в выборах президента более полусотни россиян, может быть, даже все из них россияне, дошли до финала, так скажем, практически семь, да? Восемь. Восемь, извините, восемь кандидатов. На ваш взгляд, это показатель чего? Может быть, очень суровый, жесткий отбор или, наоборот, отсеяли вот прям тех, которым совершенно президентом быть ни к чему? Ну, вы знаете, я не готов и не могу в этом смысле давать оценки. Единственное, что хочу сказать, что первоначально желающих было глубоко за 100 человек, я вам хочу сказать, которые выразили такое желание попробовать себя на выборах президента. До старта, связанного со сбором подписи, там, по-моему, дошло порядка 40 человек, и вот 8 человек, которые итогом определились. Нет, я хочу сказать, что на самом деле требования достаточно либеральные у нас в стране в этом смысле, даже по сбору подписей. Ну, вот вы смотрите, у нас большая часть кандидатов собирала всего 100 тысяч подписей, потому что они были выдвинуты от партии. Единственный человек, которому пришлось собрать 300 тысяч, ну, исключая вот кандидата Михайлова, это Владимир Владимирович Путин, да? Вот как самовыдвиженец ему побольше приходило здесь собирать таких подписей. Но остальные-то требования, не сказать, что какие-то суровые, они логичные, да? Возраст, ну, мы согласны, что все-таки у человека должен быть определенный социальный опыт. Цензаседлости десятилетний, но человек должен понимать, в какой стране, да, он живет, и знать проблемы этой страны. Отсутствие иностранного гражданства, там, или вида нажительства. Опять же, мы должны быть уверены, что тот человек, которого мы выберем, он будет работать на одну страну, и это страна Россия, да? На сильную, там, независимую страну. Опять же, если мы говорим о тех вопросах, которые связаны с судимостью, ну, вы знаете, к этому можно по-разному относиться, но вот даже я помню по опыту 15-го года, когда были выборы в областную думу, у нас среди кандидатов, в том числе, которых мы снимали, были кандидаты с судимостями за торговлю наркотиками, за похищение человека. Мы хотим себе такую власть. Поэтому те требования, которые есть, они, еще раз подчеркну, они либеральны, они позволяют подавляющему большинству граждан страны попробовать, если человек чувствует у себя такую, так сказать, потребность, и уверенность в том, что это ему по силам попробовать себя в качестве кандидата в президенты. Другой вопрос, насколько сам, наверное, человек серьезно относится, да, к своему вот этому вот стремлению, насколько он готов его воплотить практически. Поэтому итог где-то закономерен. Но я хочу подчеркнуть, это вот правда уникальный опыт у нас в стране, что впервые все кандидаты, которые сдали подписи, все были зарегистрированы. Вот такого не было ни разу, это, конечно, очень интересно. Николай Николаевич, говоря о кандидатах, быть может, Колымских когда-нибудь поступали в наш избирком областной, подобные вопросы, предложения. Кто-то, может быть, приходил, спрашивал, а что мне нужно сделать, чтобы зарегистрироваться? Вообще проявляет подобный интерес? К выборам президента? Да, в качестве кандидата. Ну, вы знаете, к нам таких обращений не поступало, хотя мы были готовы. Мы, хочу отметить, работали все новогодние праздники, включая первое число, потому что мы не могли исключать такую возможность. Но вот не поступило таких обращений от нас, именно из Магаданской области. Таких кандидатов не было. Но посмотрим, время покажет. Может быть, будут. И еще о чистоплотности нынешней избирательной кампании. Уже она отличилась некими моментами обливания водой и прочие всякие скандалы с офшорными щитами. Ну, как обычно. В Магаданской области тоже проходят дебаты. Насколько спокойно и культурно? Ну, вы знаете, конечно, опять же, оценка не компетенция избирательной комиссии. Я здесь от ее имени выступать не могу и не вправе. Но в целом, вот как избиратель, я могу сказать, что выборы проходят достойно. И, вы знаете, это, наверное, специфика нашей области. Это специфика все-таки такого определенного колымского братства, землячества. Когда ты прекрасно понимаешь, что если ты сегодня себя поведешь некорректно, завтра тебе, твоему соседу, твоему товарищу придется смотреть в глаза. Это стыдно просто. Поэтому хочу отметить, что, конечно, наши дебаты отличаются достаточно высокой культурой. Это приятно. На это стоит, наверное, тогда и посмотреть, и послушать доверенных лиц кандидатов, их позицию, раз она выражается в такой достаточно приемлемой форме. Николай Николаевич, вам уже звонят, поэтому последний вопрос не буду больше задерживать. Вопрос такой, может быть, немного пространный. В вашем окружении, среди ваших близких, друзей, знакомых, есть люди, которые категорически не хотят идти на выборы, и как-нибудь пытаетесь ли вы их убедить в обратном? Знаете, да, как фраза такая есть, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Нет среди моих друзей и близких людей, которые не пойдут голосовать, нет. А если бы я не пошел или вам сказал, что нет, не пойду категорически, вы бы стали меня убеждать в обратном? Как избиратель, да. Как член избирательной комиссии, вот здесь и сейчас, нет. А как избиратель, какие аргументы в первую очередь? Ну, вы знаете, я давно для себя позицию, для себя, как еще раз починал, как для избирателя, определил. Мы можем любить, не любить власть, мы можем критиковать или превозносить конкретного человека или конкретный орган, может быть, государственной власти, давая оценку его работе. Но для себя я четко понимаю, что моя критика может быть обоснованной и внутренне убедительной только в том случае, если я участвую в политической жизни страны, если я выражаю свою волю. Когда я сижу на диване, ничего не делаю, а потом говорю, что вот здесь плохо и вот здесь плохо, просто само мое моральное состояние не дает мне возможности убедительно говорить, да, предлагать что-то, говорить, может быть, о каких-то недостатках или достоинствах. Если я сходил на выборы, может быть, даже проголосовав не за победителя, но проявив свою волю, а напомню, что по Конституции Российской Федерации вся власть в Российской Федерации находится у народа, вот после этого я как часть этой власти могу находиться с ней в диалоге и что-то требовать, что-то предлагать, да, и... Нести ответственность. Да, добиваться результата, нести ответственность за свое действие. Но если я ничего для этого не сделал, то какой я гражданин, да, и что я могу говорить. Вот это моя позиция сугубо личная, никого ни в чем, так сказать, здесь не хочу там убеждать или обвинять. Моя личная как человека позиция. Спасибо, Николай Николаевич. Уважаемые телезрители, мы беседовали с председателем избирательной комиссии Магданской области Николаем Жуковым. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова